Здравствуйте! В 1891 году Омск посетил наследник престола, великий князь Николай Александрович, будущий император Николай II. Он возвращался из восточного путешествия. Он первоначально отправился в Китай, Сингапур, Японию, и затем планировал посетить города Сибири. Но в Японии на него было совершено покушение, и он вернулся немного раньше в связи с этим покушением и начал путешествие по сибирским городам с Томска. В Томске был приготовлен специальный пароход для наследника престола, который назывался Николай, двухтрубный пароход. И уже в Томск был отправлен оркестр и хор сибирского казачьего войска из Омска. И, значит, настолько понравился этот оркестр наследнику престола. Дважды в день он развлекал наследника по мере того, как он путешествовал. Значит, он посетил города Томск, Тобольск, Тару и другие. И что, когда он прибыл в Омск, он пожаловал оркестру 700 рублей, и руководителю он пожаловал перстень с бриллиантами. То есть 700 рублей – это очень большие деньги по тем временам. В Омск наследник престола прибывает 14 июля 1891 года для встречи такого дорогого гостя. Был специально на набережной реке Ами построен специальный павильон деревянный. И построена деревянная триумфальная арка по проекту архитектора Гавриила Стефановича Вершинина, на которой сверху была написана дата 1891 год и надпись «Боже Цесаревича храни». В этот день, 14 июля, наследник престола посетил также здание женской гимназии. Там 1500 воспитанниц встречали наследника престола, сделали подарки, поднесли букет цветов. Далее он отправился в приют для бедных детей, посетил его, и посетил Воскресенскую церковь, которая не сохранилась ныне. 15 июля наследник престола Николай Александрович посвятил этот день сибирскому казачьему войску. И он посетил здание войскового хозяйственного правления, которое располагалось на улице Русиновской, ныне улица Короленко, и сейчас там расположена Омская юридическая академия. Значит, утром на плацу, вот в сквере, там, где сейчас находится концертный зал, там был плац, выстроилась знамённая сотня казацкая, да, были вынесены знамёны, 6 знамён, которые хранились в войсковом хозяйственном правлении, и казаки заполнили улицы. То есть улица Дворцовая, ныне Ленина, была заполнена казаками и народом. Он вышел на балкон, специально построенный для этого момента, обратите внимание, сейчас никакого балкона на втором этаже нет. Значит, вместо окна прорубили дверь, значит, это вот восьмое окно справа, да, прорубили дверь, построили специально балкон, с которого наследник престола приветствовал сибирское казачье войско и был встречен криками «Ура!». Затем этот балкон разобрали, снова сделали окно после того, как уже наследник престола уехал, да, но вот, во всяком случае, вот это было сделано. Затем, после того, как он приветствовал народ, он прошёл в комнату, где он сфотографировался, с высшими представителями сибирского казачьего, с старшинами сибирского казачьего войска, да, ну и затем вечером он ещё посетил ипподром, различные, значит, роты кадетского корпуса, и на следующий день, 16 июля, наследник престола участвовал в закладке Успенского кафедрального собора. Значит, заранее был выложен крест в основании вот этого собора, и наследник престола заложил вот с четырёх сторон этого креста четыре золотые монеты, затем это всё было закрыто, значит, металлическим таким покрытием, и, значит, всё это было благословлено. Затем 16 июля в пять часов вечера под восторженные крики наследник престола покинул город Омск. С вами была Светлана Величко, историк Омская юридическая академия.